Если не 7, длинный лук. Да не, уже мало, слишком осталось у меня слотов, чтобы очередные длинные луки брать. Дрючак, чтобы освободить волкодавов, окей. Жрите их, волки! Я, правда, уже всех перебил. Прикольно. Прикольно. Собачки за нас. Ну что ж. Помню, как я в Dragon Age Inquisition первого босса долго валил. Ой, это долго было. Сколько же у меня времени это заняло? Господи Иисусе. Прям. Помните? Когда мне еще дух какой-то помогал. Вот поэтому Dragon Age Inquisition не подходит под стрима, по большому счету. Вот если бы можно было только кинцо смотреть. Я все думаю, когда-нибудь в Mass Effect поиграть. Там-то есть режим только кинца. Да и под перестрелочки как-то повеселее, чем под такую фигню. Вот совместить бы геймплей какого-нибудь Blood Porn'a... Можно и... Так, стоп. Можно и с партией даже так. Алистер левел получил. Чтобы было весело и сражаться, и... И болтать. Но пока такого нет, к сожалению. До всех хардкорных RPG, что я знаю, боевка просто, ну, блин, на него носимо скучна. Я вот не помню, реально, RPG с хорошей боевкой. Именно вот такой вот... Как бы это сказать? Изометрической. То есть, например, в Inquisition улучшили, но... В Inquisition зато диалоги теперь колесом. Чтобы замки вскрывать, нужна хитрость или ловкость? Давайте ему хитрость качну, и там посмотрим. Ворпы может стянуть небольшой предмет. Вот. Ворпы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь я все залутал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну провокация Вообще не знаю зачем нужна расчетливая Так ты не с луком что-то? Ты че опять набрал себе в руки бомжара? А ну быстро Какой тут лук самый лучший? Ну вот этот пусть будет Огненные стрелы Или ледяные вообще Почему он не берет лук я не понимаю Он не умеет с луком что-ли да? Все он умеет Так тем временем Алистер немного умер Я смотрю Я еще засмотрелся на этого бича Маг круга У него больше лириума нет Так Зелье Большое зелье Блин любое уже надо жрать Ну ладно Ты тоже умеешь танковать Это нормально Нет Провокация Ёлки палки Вот он раздавать то начал И Маг упал Продолжаем Продолжаем О notch Орган Продолжаем Упал 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 Ты чё? О, господи Я только хотел накричать на лучника, чё он так мало дамажит, гомик И тут такая сцена Я герой Пацаны, видели, как я напрыгнул? Видел, видел? Ты видел, как я напрыгнул? Видел? Видел, как я ему мечом меж глаз? Видел, Алистер? Видел? Видел, видел? Видел, видел, как я его видел? Видел, видел, видел? Хе-хе-хе Так Остальная приправка Щит Ховарда Так, а чё бы надо брать? Ну чего там за щит я подобрал? Чё, важный какой-то, что ли? Ховард был ближайшим другом Маферата Они вместе росли в одном аварском клане Они сражались бок о бок в стольких битвах, что Маферат прозвал его Ховард Щит Мол, когда он рядом, это надежд не любого щита И надежд щит, это, ну, типа щит, а не щит Маферат взял Ховарда с собой навстречу с Тевитой Ему казалось немыслимым предстать перед врагами без своего щита Когда Хавард понял, что Маферат отдаёт Андраста на казнь Он, не желая поднимать руку на своего друга и союзника, встал между Андраста и Твинтой солдатами. Твинтой ударили и сбили его с ног, и Мефират бросил его, сочтя мертвым. Однако щит так легко не уничтожить. Хавард вышел и добрался тяжело раненый до врат мин Ратоуса, чтобы остановить казнь. Чего? Ничего не понял. О, бочка. Ожерелье, блин, у меня веса уже нет, а сону. Давайте какие-то булавы с саной выкинем. Маленький щит какой-то. Еще бочка. Ну ладно, без гриба, я думаю, я обойдусь. Так что ты говоришь? Уходим, типа, или что? Стоп. А, да-да-да. Там гриб. А, во-во. Труби отход. Труби отход. Ход. Жалко, что у вас этот момент тихо был тут такой кал. Так он предал нас. Алло. Не выполняй приказ. Мы же должны это... Тим, эй, вы, шевелитесь. Да вы чего? Парни, вы наоборот... Крыса, крыса-пидорас. Ах ты сука, скотина, чтоб твою маму быки трахнули. Ах ты мразь. Ну, мне твой нос сразу не понравился, петушиный прислужник. Ой-ой-ой-ой-ой. Парни сражались, а этот глинамес. Король! Нет! Фу, на короля наблевали. Давай, Дункан, режь эту мразь, сука. Я такого же убил только что. Король! Его вышили как лимон. Он умер так, как хотел, сражаясь плечом к плечу с серыми стражами. Где же подмога? Тьфу, 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 тьфу. О, Денис, ты пришел? Денис, как у тебя рейдж? У тебя работал рейдж вообще, в принципе, или нет? У меня не запустился на стриме. Лагало все. Вообще ничего не заработал. А, глаза твои открылись, наконец-то. О, нет, худо без добра! Какая мать, погоди. Я тебя знаю, ты девушка из Диких Земель. Где я? Что с порождениями тьмы? Я тебя знаю. Я Морриган, коль ты не помнишь. И сейчас мы в Диких Землях, где тебе я раны перевязываю. Рейдж, отлично работает. Но значит, я не повезу. Что с памятью твоей? Ты помнишь ли, как мать спасла вас? Так, так, так. Как король погиб, помню. Как Дункана убили, помню. Мать, не помню. Нет, не помню мать. Шо с армией, шо с королем? Покинул поле тот, кто должен был на ваш сигнал ответить. По рожденье тьмы победу одержали. Тех, кого бросил он, на части разорвали. Твой друг переживает очень сильно. Какой из четверых? Из троих? Кто друг? Алистер? Он мне не друг. Что с серыми стражами? С королем? Все мертвы. Твой друг то отрицает все, то горю предается. С тех пор, как мать ему об этом рассказала. Он у огня, снаружи. Мать хотела поговорить с тобой, как только ты проснешься. Почему твоя мать хочет меня видеть? Не знаю я. Со мной она о планах редко говорит. Так, могу... Я был сильно ранен? Да, но полагаю, ты выздоровеешь. Мать моя такие раны умеет исцелять. Почему я голый? Что с Алистером? Он в порядке? Да, как и ты. Возможно, нехорошо так говорить, но он ведет себя по-детски. Не, знаю я эту фразу. Она такая, он ведет себя по-детски, а потом будет с ним лопзаться мне назло. Могу я задать тебе несколько вопросов? Задавай, не торопись. Так. Где порождение тьмы теперь? Мы в безопасности. Мать магии своей удерживает порождение тьмы. В пути бывает всякое. Орда их ушла из прежних мест, и, может быть, получится пройти мимо нее. А почему мамка-то нас спасла? Мне это любопытно тоже, но она не говорит. Возможно, лишь до вас она смогла добраться. Я короля бы вашего спасла, ведь за него дадут гораздо больше выкуп, чем за тебя. Ну да, я гном. Ты знаешь, я из королевского рода. Намного-намного выше. Это смешно. О, как разумно. Только мать моя разумная бывает редко. Не. Как же ей удалось спасти нас? Она оборотилась к гигантской птицею и с вершины башни вас унесла в когтях. Я верю в это. Потому что я... Ладно, я не буду спойлерить, но я верю. Я верю. Кто-нибудь еще выжил? Лишь дезертиры, да и те ушли. Тебе не надо видеть, что сейчас в долине этой страшной происходит. Почему? А шо происходит-то? Ты точно хочешь знать? Ну да, ну да. Желаю, иначе зачем спрашивать? Я место битвы видела прекрасно. Страшная картина. Трупы везде. И порождение тьмы кишат на них. Питаются? Возможно. Еще они находят тех, кто выжил, чтобы под землю их с собой утащить. Зачем? Не знаю. Ну, выживших спасать лень. Почему Логейн-то оставил кроля? Не ведаю я, кто такой Логейн. Спросите мать о нем. Ладно. Я согласна. А теперь ты с матерью моей поговори. И в путь. Скорее. В путь скорее. Ну? Здрасте. Да. Ну что ж. На этом, наверное, на сегодня все. Так, просто вкратце объясню, потому что не уверен, что я когда-либо... Не уверен, что будут еще стримы по этой игре. Но просто объясню, что сейчас будет. Прошло уже какое-то время после этой битвы. Великой. И теперь, короче говоря, после поражения все довольно тухло во всем мире. Все приуныли. Ну, короче, как вот, наверное, знаете, когда... В 41-м, в 42-м отступали. В общем, советские войска. Так же все уныло было. Но ничего страшного. Ничего страшного. Потом мы всем люлей дадим. Короля нового. На трон посадим. И все такое. Но это уже... Наверное, вам самим придется сделать. Потому что я не уверен, что все-таки я буду проходить Драгонаги на стриме. Ну, плюс, что-то я так подумал. Блин, Дворфом же нельзя садить Морриган. И как-то никакой... Никакой... Никакой этой нету. Никакой мотивации, что ли, да? Правильно? Вот. Все-таки я что-то подумал этим Дворфом бегать. Надо было мужчину-мага или... Типа того. А заново начало... Не, это долго. Сами понимаете. Неправильный, в общем, я начал сейф. И из-за этого приуныл. Ну, как-то, блин, Дворф, он прикольный, но он маленький такой. Все шпеняют его. Но он в кадр не попадает никогда. Но было весело, ребят. Я рад, что я поиграл в игру детства. Прошел немного. Вы Завязочек посмотрели. А Завязочек это самое главное. Люди такие, нихрена себе, вот это эпик. А потом ведь надо будет объединять против тьмы там всех. А все уже разбиты горем от поражений. Там надо будет шляться. Брать с собой магов, эльфов, гномов. Там, не знаю, логейна этого там. Люлей давать в обраточку тьме. Это очень большая и очень эпичная игра. Поэтому, может, кто-то посмотрел такую Завязочку и подумает, блин, я хочу потратить 50-100 часов своей жизни на эту дресню. И пройдет. И не пожалеет, я думаю. Вот. Насчет второй части ничего сказать не могу. Я видел ее только мельком и вообще не понял, зачем это вышло. А Инквизишн тоже прикольная, но тоже часу на 30-м. Я чуть приуныл. Приуныл, приуныл. Но, в целом, конечно, вот так вот я смотрел на стримах, как Mass Effect проходит. И я не понимаю, почему Mass Effect называют эпичной сагой. По-моему, Dragon Age это намного более крутое нечто. Это такое целостное произведение. Пусть и в нем понатасканно отовсюду. И там от толкина, и от классических RPG. И от чего угодно. Но других таких игр я не знаю. Единственное, что, конечно, какими прикольными здесь местами не были диалоги. 90... Ну, не 90, а 80% игры это зачистка донжонов. Поэтому я не очень люблю, например, Baldur's Gate. Мне больше нравятся игры, где, если не хочешь, можно не драться. Ну, точнее, ну, драться-то везде приходится. Но вот именно такой вот постановка вопроса такая, как зачистка донжонов. Поэтому, наверное, ДНД мне вообще не близко. Хотя, не знаю, Dragon Age считается игрой по ДНД. Наверное, нет. Тут вообще какая-то странная ролевая система. Казуальная. Ну, и вообще я не спец в RPG. Что ж, друзья. Ведьмака жаль, что не стал допроходить. Да не знаю. Мне не особо жаль. Чё-то мне не... Я не могу сказать, что мне прям безумно понравился Ведьмак. Но до сих пор я не могу так сказать. Да, прикольно. Да, интересно. Но... Блин. Хоть убей. Вот для меня Ведьмак очень сильно страдает от того, что он по довольно бездарным книгам... Я прочёл книгу, поэтому... Одну, правда. Поэтому я могу всё-таки иметь своё мнение, да. То есть, бездарная, довольно, книга. И, блин, играть за этого говноря довольно уныло. То есть, если бы это был персонаж, которого ты сам генеришь со своей историей. Пусть это изначально был бы какой-нибудь охотник на нечисть. Но при этом в диалоге, в Ведьмаке, ну, два варианта всегда. То есть, по сути, это кинцо. Ролевая диалоговая составляющая, там, чисто кинцо. Ну, такое. Я не могу бы сказать, что от Ведьмака я прям получал истинное наслаждение. На фоне современных игр там есть на что посмотреть, безусловно. И он неплох, но я не могу сказать, что это шлевр. Вот. Всё, давайте. Всем удачи, приятной ночи. Давайте я, наверное, посмотрю. Может, мне кто-нибудь ещё что-нибудь задонатил. Потому что как-то некрасиво получилось. Но очень много тупых донатов сегодня было. Я отключил их из-за этого. Ну, правда, очень. Прям какие-то совсем уж тупые донаты. Я что-то подгорел из-за этого. Мне даже настроение испортило. Такое ощущение, что... Изначально же поддержка стрима, она нужна только для того, чтобы я мог, там, не знаю, сундуки в CSGO покупать или пиццу себе заказывать. То есть, это поддержка стримера. Если он вам нравится. А если вы хотите какую-то фигню задонатить, там, типа, мур-мур-мур или показать свою ограниченность. Ну, лучше этим не заниматься. Это только раздражение вызывает. Поймите меня правильно. Я все-таки позиционирую себя не как, там, совсем уж какой-то стример для умственно отсталых. Конечно, мое поведение и репутация, и история моих видео, оно зачастую именно приводит к аудиторию дебилов на мои стримы. Но, тем не менее. Так, ладно. По донатам. Давайте скажу, потому что вдруг кто-нибудь что-нибудь красивое написал. А я пропустил. Можно подсвечить предметы, в том числе и квестовые, на тап, если не путаю. Попробуйте найти в чате человека с ником Асхар или Аехар и забанить его за советик. Но, спасибо. За 86 рублей. Игорь, 200 рублей. Специально для твоих стримов купил беспроводные наушники. Хорошего вечера. Но теперь ты не задушишь себя. Огромное спасибо тебе. Так. Ну, Реджиусу я уже сказал спасибо. К17арт. Здорово, Мэтт. Неделю назад про тебя узнал. Понравились твои стримы? Сам играть с 1997 года. Quake. Эпоха клубов. И многое о чем слышу в стримах знакомо. Ну, если бы я играл в Quake на стримах, я бы еще что-нибудь рассказал про Quake и клубы. Но, к сожалению, я уже и про Quake слишком много рассказывал. Да и... Единственное, что я хотел бы... Я вот, например, считается Unreal, да? Одной из величайших игр конца 90-х. А я никогда в нее не играл, потому что я был Quake-боем. И я хотел бы в нее как-нибудь поиграть, посмотреть. Но спасибо огромное. Приятно, что меня до сих пор... У меня до сих пор появляются новые зрители. Это не может не радовать. На одних стричках далеко не уедешь. Как бы я не пытался абстрагироваться от всего нового. И оградить себя в манимирке. Или как это называется, но тем не менее. Легче пять раз пройти до очи, чем один раз Inquisition. Не знаю, мне не с чем сравнивать. Или я, я помню, задворфы пехал Морриган. Ну, знаешь, тогда... Тогда все возможно. Тогда... Ну, я не отказываюсь. Во всяком случае, мне кажется, Dragon Age может быть неплохой ночной игрой для ночных стримов. Так как... А может я вообще все-таки поиграю в Pillars of Eternity еще? Часто просит и иногда хочется. Ладно, ребят, следующий стрим... Завтра, я вот не знаю, к сожалению, выходит Tomb Raider. Но мне надо на деловую встречу ехать. Какое-то предложение важное. Поэтому завтра меня не будет, скорее всего. Как только вернусь, надо в Tomb Raider поиграть. Особого желания у меня нет. Потому что, мне кажется, она не сильно отличается от первой части. Я очень хочу в Leviathan поиграть, который мне Денис Виллафгеймс подарил. Возможно, кстати, завтра, если я рано встану, то в первую половину дня я в него поиграю немного, почитаю вам его точнее. В общем, спасибо всем, кто пришел. Извиняюсь за то, что я опять... Ну, вот стрим идет 5 часов 30 минут. Из них час я искал дерево, под которым клад зарыт. И банил где-то 30 минут людей. За это извиняюсь. Ну, а в остальном стрим вроде был неплохой. Еще раз извиняюсь за технические какие-то темы в плане плохого звука и так далее. Я стримил с компьютера без второго монитора, со слабого старого компа, стоящего на кухне. Давайте я попрощаюсь с вами на веб-камере. Всех очень сильно люблю, целую. Приходите еще на мои стримы. Наверное, это все-таки не последний мой стрим на Goodgame. Что касается февраля, то есть у меня определенные сомнения в том, что я все-таки пойду на Twitch в феврале. Скорее всего, будут какие-то... Ну, я не знаю, как там у меня сложится мой отдых. Может быть, какие-то периодические подруга будут на Goodgame. Но я считаю, что я абсолютно честен с вами. То есть я всех предупредил еще 20 дней назад. Начал предупреждать, что стримов станет меньше. Я надеюсь, что никаких людей, которые будут орать, я потратил свои 79 рублей, а ты пропал, ну, не будет в этот раз. Потому что я всегда переживаю... Вы этого не заслуживаете. Но я все равно всегда переживаю о зрителях, прежде всего. Потому что, когда я начал это делать, люди вообще не поверили в мою искренность. Они начали верить в то, что я... Скорее, это многоходовочка. В результате которой каждый еще и должен мне будет по 200 рублей. Но это не так. Это не так, ребята. Всех люблю. Целую. Спокойной ночи. Майкер, мне очень хорошо на гудгейме. Если бы мне было плохо, и ты прекрасно это знаешь. Люди говорят, что я у тебя в анальном рабстве, поэтому я до сих пор на твич не убежал. Если бы мне было здесь плохо, я бы уже ушел. Мне здесь очень хорошо, это правда. Но доллар тоже очень приятно вырос, поэтому, конечно, если я захочу хорошо зарабатывать на стримах, мне придется уйти на твич. Это не намек на то, что на гудгейме надо долларовую платежную систему вводить. Это просто я к тому, чтобы ты тоже не переживал. Вы, ребята с гудгейма, со мной просто, не знаю, были очень милы, радушны. И уж точно я как скот не поступлю, знаешь, там бросив все на полпути. Не переживайте. Спасибо, Майкер, что зашел тоже на мой стрим, отметился в чате. Я думаю, что все мои зрители тебе очень рады. Пошлите ему смайл какой-нибудь, который вам больше всего нравится в честь Майкера. Какую-нибудь крысу там, я не знаю. И ладно, я шучу. Не крысу, конечно, что-нибудь милое. Все, спокойной ночи. Продолжение следует... Продолжение следует...